Праздник праздником, а без новостей в КХЛ никуда. С небольшого обзора мы и начнем сегодня нашу программу. КХЛ назвала помощников главных тренеров команд на матче «Звезд-2018». Впервые в истории главного хоккейного шоу сезона места на тренерской скамейке займут представительницы прекрасного пола. Вместе с Олегом Знарком, Игорем Никитиным, Андреем Скобелкой и Андреем Назаровым сборная дивизиона выведут на лед телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Бас и Соня Гудим. Девушки хорошо известны любителям хоккея по работе на матчах чемпионата КХЛ. В этот раз болельщики получат возможность увидеть кухню матча «Звезд» благодаря прямым включениям со скамейки. «Подари тепло» благотворительная акция с таким названием пройдет во время домашних матчей «Амура» до 9 января. В эти дни будет организован массовый сбор вещей для детей, пожилых и бездомных людей из разных населенных пунктов Хабаровского края. Подарить можно теплую одежду, банные принадлежности, сладости, детские игрушки и просто открытку. На территории Платинум-арены разместят пункт сбора вещей и подарков. Это автобус «Милосердие». Он будет располагаться на парковке у центрального входа в Платинум-арену, недалеко от КАЗ. В Новый год с новым сайтом. Женская хоккейная лига представила новый дизайн официального сайта. Главный онлайн-ресурс «ЖХЛ» стал более информативным и удобным в использовании. Сайт изменился внешне. В дизайне использованы цвета, логотипы «ЖХЛ» и современный шрифт. А в профиле игрока теперь можно узнать больше о представительницах самой красивой лиги. Кроме статистических данных и сыгранных матчей, разработчики добавили биографию, достижения, интересные факты и информацию об интересах хоккеистов. В старом году команда «Амур» вела себя хорошо. Немного проигрывала, достаточно выигрывала и радовала болельщиков красивыми заброшенными шайбами. А значит, подарок от Дедушки Мороза заслужила. Но о чем именно мечтают хоккеисты и что они хотели бы получить от главного волшебника страны, это решили выяснить сотрудники прислужбы клуба. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что вы к нам первым, братья? Реши. Самые веселые у нас ребята. Прямо так и писать хочу. Да, хочу. Третьего, брат, чтобы у вас было полное звено. У нас так-то пять братьев. Ну, что бы там пишут, что бы ты хотел. Были, что полные трибуны на платиновом арене. Ты веришь, что не хочешь ничего для себя? У меня все есть. А ты, Влад, хотел айфон 11? Нет. Я хочу права водительские. Давай, давай. Огромного здоровья. Можно так? Вот. Все. Все? Молодец. Справился и боялся. Что ты пожелаешь? Пожелаю всем хорошего настроения. Семейного благополучия. А себе бы что-то. Себе? Если бы мог заказать все, что угодно. Не знаю. Здоровья всей семье я хотел бы пожелать. Бестраунд провести этот год. Для меня это самое главное. Надо было где место найдешь, надо написать. Хочу. Хочу. Хочуха, что ли? Да, что бы ты хотела. Если все, что угодно. Нужно сказать еще? Нужно написать. Хочу, чтобы в 2018-м все ваши мечты сбылись. Ты вообще как планируешь отмечать? Мама и девушка приедут на Новый год. Буду вместе с ними встречаться. Купо ведь. Я хочу на Новый год. Нет, дома встретим. Я хочу на Новый год. Новый мозг. Потому что мой старый был разрушен. Он очень сильно сгибается. Разбудется. Если сильно верить, разбудется. Значит не сбудется. Просто напишу. Дедушка. Дедушка, хочу. Чтобы наступающим Новым годом все было у нас, у нас, в моей семье, в нашей команде. Все было хорошо. Чтобы Новый год у всех без забот и хлопот. Дедушке Морозу. Надо было Дедушке Морозу вообще ставить? Нет, это не надо. А, пожелание просто? Но, плохочу плыву. Мы вот составляем письмо для Дедушки Мороза Хайнкейнова. Твое пожелание. Да у меня все есть. Ну не может. Правильно? Правильно. Правильно. Ну чего-то нет. Чего-то же нет. Знаешь, у тебя бы еще один с пальцем был. Да какой-то рак вообще. Желаю, чтобы Дедушке принес ему вареники. Манты. Давайте еще манты. А все, все уже расписались? Практически. А где бывало? Чтоб Загоев три забил. Кому? Кому-нибудь забил три. А почему именно Загоев? Не знаю. Я хочу, чтобы... Ну, попросить у Деда Мороза, чтобы Олег играл до 47 лет. Ну, я хочу пожелать у Деда Мороза, чтобы Виталию эти шовы никогда не заканчивались. Окей. Что ты хотел бы? Вот напиши прям. Напиши. Может по-английски, может по-чешски. Но обязательно расскажи нам, что ты... Ну, а я не расскажу. Не-не, обязательно рассказать нам. Он не принесет. Потом он не принесет. Да принесет. Да мы договорились с ним. Я не расскажу. Мы договорились с Дедом Морозом, он принесет все. Можешь ты написать? Я тебе скажу, я тебе скажу. Давай, нам не микрофон, а я писать. Да. Напиши. Духи для Димитрия Венгурского и для тебя, потому что вы очень воняете. А постоянно вы тут в развивалке ходите, поэтому я хочу для вас. Духи для пресс-службы, да? Да, да, да. Чтобы они пахли еще лучше. Да, чтобы они хорошо пахли. Чтобы хорошо пахли. Что ты писаешь? Я хочу сыграть две игры нападающим. Я хочу сыграть две игры нападающим. Терпение, конечно же, да. А Деду Морозу, чтобы... В принципе, я думаю, что все, что нужно самому добиваться. А Деду Морозу, наверное, попросить, чтобы все были в семьях, да, Новый год и встречали вместе этот праздник семейный. Потому что что может быть лучше, когда ты в кругу семьи. Субтитры сделал DimaTorzok В этом году Дед Мороз получил уже более трех миллионов писем от детей и взрослых из разных стран. И вот в пути еще одно письмо от хоккейного клуба «Амур». Дойдет ли оно до адресата, покажет время. Что касается новогодних каникул, то в этот раз у команды Андрея Мартемьянова они будут совсем короткими. Всего-то несколько дней, уже 3 января им предстоит матч с Сибирью. Но время, чтобы поздравить своих болельщиков, «Тигры» все-таки нашли. Дорогие болельщики, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья, любви. Больше улыбок, больше позитива. Мы очень рады видеть вас на наших играх. Вы наш шестой полевой игрок. Мы вас любим. С Новым годом всех! Я надеюсь, что вы проведете это время со своей семьей и друзьями. А мы ждем вас на арене, чтобы вместе с вами сделать еще один шаг к плей-оффу. Любимые болельщики, хочется поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, чтобы все невзгоды остались в старом году. И все самое хорошее, то, что произошло в этом году, вы взяли с собой в Новый год. Здоровья вашим близким. С Новым годом! Привет всем! Я вам хотел сказать, что все хорошо в Новом году. И приходите посмотреть наши игры. Уважаемые болельщики, поздравляю вас с Новым годом. Желаем вам здоровья, счастья, удачи в Новом году, чтобы все мечты сбылись. Приходите на наши игры, поддерживайте нас. Мы будем очень рады полным трикунам. Поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, удачи и здоровья вам и вашим семьям. Дорогие хабаровчане, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всего самого лучшего, здоровья вам и вашим семьям. Я желаю вам удачи, здоровья. Я очень хочу, чтобы вы болели за нас, так же, как и делали это раньше. С Новым годом и Рождеством! Надеюсь, что у вас будет замечательный год. Насладитесь им и получите всего хорошего по максимуму. И увидимся на наших играх. Поздравляю всех любителей хоккея с наступающим Новым годом. Пожелаю тигринного здоровья, побольше позитива, побольше солнечных дней, улыбок, любви и счастья в ваш дом. Спасибо! Самым главным подарком для болельщиков и для хоккеистов будет, конечно, путевка в плей-оп. А значит, исполнение именно этой мечты мы и желаем всем поклонникам хоккея. Увидимся в Платином арене и на телеканале Куберния. Продолжение следует...